Чистый идиотизм – это большая редкость, не религиозный, а патриотический идиотизм. Выглядит, надо сказать, ничем не лучше, чем все то, о чем я говорю. Желая показать вам, как именно он выглядит, я, к сожалению, не нашел лучшего образца, чем собственный поступок. Вообще, это было довольно давно, но в мировом тренде идиотичности этот поступок, конечно, должен занять свое почетное, возможно, даже первое место. Тогда, отстаивая еще советские дремучие ядерные программы, тупые и бесчеловечные, я совершил офигическую, невероятную глупость. Вот документальный материал почти тридцатилетней давности, он мне подвернулся под руку, как раз в связи с тем, что мой поход в полость, образовавшуюся от подземного ядерного взрыва, тоже был в августе. НТК-600 представляет репортаж Семипалатинского полигона. Дегелен. Восточная часть Семипалатинского ядерного полигона. Древние казахские горы, именуемые Дегелен. Именно здесь, под горами, на глубине примерно километра, производились подземные ядерные взрывы. В результате взрывов в гранитных породах на глубине образовываются шарообразные полости. Уже всем известно о том, какой ужас внушают эти полости тем, что, по общему мнению, именно в них происходит накопление ядерной заразы и радиации, жесткого и прочих излучений в невероятных количествах. На разных уровнях идут публикации о мертвой земле полигона, насквозь пропитной радиации, о мутантах, лучевых болезнях и смертях. 16 августа около 7 часов вечера группа из шести добровольцев собралась начать спуск в одну из шахт Дегелен, чтобы, пройдя по шахте несколько километров, приблизиться к шаровой полости от подземного ядерного взрыва, его эпицентру, и по возможности, вскрыв гермолюки, войти в эпицентр ядерного подземного взрыва, шаровую полость. Для чистоты эксперимента никаких особых защитных средств, только марлевые легкие респираторы и каски, резиновые бахилы или резиновые сапоги, чтобы, по сути, почти ничем не розница от тех, почти ничем не защищенных людей, что пасут в этих горах скот или собирают сено. В группе добровольцев шесть человек, один бурильщик, один механик, один генерал, два репортера и оператор. В этих горах есть полости от взрывов 20-летней давности, есть от взрывов, произведенных два года назад. Целью выбрана полость от мощного ядерного подземного взрыва 5-летней давности. В 19.10 добровольцы вошли в подземную и двинулись по направлению к полости. До нее около двух километров. Технология устройства подземного ядерного взрыва такова. Пробивается длинная глубокая шахта, в конце ее устанавливается бомба, затем шахта наполовину замуровывается бетоном, щебнем и гранитом. В 19.40 добровольцы подошли к гермолюку из толстой стали, отделяющему основную шахту от района действия подземного взрыва. Радиационный фон несколько выше обычного. Определенное время ушло на открывание люка. При его открытии в шахту с гулом пошел теплый газ из граничащей с полостью разрушенной штольни. В 20.07 добровольцы уже были в разрушенной штольни, в которую вкатилась волна многомиллионных градусного ядерного пламени. Стены штольни оплавлены. До сих пор, кстати, спустя пять лет еще теплые. Уровень радиации повысился. Фонят в основном не до конца прогоревшие шлаки на стенах. 20.20. Полость, образовавшаяся в результате подземного ядерного взрыва. Здесь был его эпицентр, выжигший и расплавивший границ стен. Прошло пять лет. Стены и здесь еще теплые, местами горячие. Нельзя сказать, что в полости взрыва было уютно. Тепло – да. Стенки со стеклистыми расплавами благополучно излучали все, что было им положено излучать. Снять все это великолепие, всю величавость этого внутреннего гигантского шара было невозможно. Для этого потребовалось бы, ну, не знаю, киловатт сорок, да, а не моя хилая подсветка на камере. Это кажется чем-то абсолютно невероятным, но данное сошествие должным образом было зафиксировано, запротоколировано и по сей день хранится в архивах бывшего Семипалатинского полигона.